Больше 200 человек штрафовали лета за порушение правилов проезда в тягниках региональных линий эконом-класса. Основным закурением вагоня – это безбилетный проезд. Для того, чтобы вырешить спрочные моменты, контролеры Могилевского отделения белорусской чагунки фиксуют свою работу на виде камеры. Новые правила контроля успели оправдать себе. На этих кадрах зафиксированы весь маршрут контролера в тягниках от первого до последнего вагона. Практика показала, что это не обходно для вырошения конфликтных ситуаций, которые могут возникать с порушальниками. Один из прикладов, когда оштрафованный пассажир написал скаргу по его мерковании за некорректные деяния контролеров. Видеозапись, которая была произведена во время работы контролерами-ревизорами, доказала, контролеры-ревизоры были абсолютно правы по отношению к пассажиру, не допускали никаких противоправных действий. Определённая хроника, я думаю, даже она очень важна и для правоохранительных органов. Я считаю, что нужны, потому что много всяких случаев, в которые люди ездят и без билетов, то есть, ну и для нашей безопасности. Светлана Парашенко, працуя контролером на региональных линиях, 10 год. И коли ранее у месяц приходилось выписывать по некольки десятков штрафов, сегодня это 3-4 так званых «зайца» у месяц. Причины безбилетных, ну невнимательность граждан, например, молодые люди зачастую едут, слушают музыку, могут не услышать кассира, который проходит, предлагает билет, и не приобрести его. Ну, есть некоторые, которые осознательно это делают. Берут, например, до какой-то остановки, а едут дальше. Сумма штрафа за безбилетный проезд складает 0,7 базовых величиней. А это в 20 разу больше кошту билета. Например, по направлению Могилю в Чавусы, где проходил рейд нашей сдымочной группы. До слова «неводного заяца» на маршруте мы не знали. Катерина Балукова, Виталий Алексеенко, Новины РГИОН.